Всем привет дорогие друзья, с вами Донни и добро пожаловать на канал. И наверняка многие из вас хотя бы раз задумывались о том, как же поиграть в мобильные игры на компьютере. И сегодня в этом ролике я покажу вам, как скачать мобильные игры на ПК. И что самое главное, как их настроить, чтобы игра была максимально комфортная. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Сегодня я покажу вам, как играть в мобильные игры на ПК на примере одной из игры. Сегодня мы играем на OneState, скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И самое главное, при регистрации своего аккаунта нажимаете на такие вот три палочки сверху. Далее на промокодик и в этом окне вводите промокодик Донни, как это сейчас сделаю я. Потом ввод, потом получите и сразу после этого вы получаете 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития вашего аккаунта на OneState. И заходите на первый сервак OneState, именно здесь я играю. Итак, есть всего один способ игры в мобильные игры на ПК. Для этого необходимо скачать эмулятор. И один из самых стабильных эмуляторов называется LD Player. Поэтому мы в браузере биваем в запросе «Скачать LD Player». Далее открываем первую ссылку, которая вам выдается. И после этого нажимаете на «Download LD Player 9». Далее производите установку и после этого у вас открывается вот такое вот рабочее место. Это андроид-устройство на вашем компьютере, полноценное. Здесь вы можете скачать любые игры из Google Play. У вас сразу снизу будут игры, если что это рекламные игры, на них просто не обращайте внимания. Далее нам необходимо настроить сам эмулятор, поэтому мы заходим в «Настройки». И здесь мы делаем самые важные настройки. Первым делом вы настраиваете разрешение вашего экрана. В зависимости от того, у вас Full HD монитор, HD монитор, 2K, 4K монитор, вы выставляете разрешение вашего монитора. Далее выставляете ЦП и АЗУ в зависимости от вашего компьютера. Чем мощнее компьютер, тем больше ядер и тем больше памяти вы выделяете. Далее можете поставить галочки, как у меня, и после этого переходим в раздел «Модель». Здесь можно ничего не менять. Единственное, что опять-таки есть разные мониторы, где 30 Гц, 60 Гц, 120 Гц, 144 Гц, 160 Гц. Есть даже 240 Гц. Можете постараться подобрать устройства, вот здесь разные есть телефоны, которые поддерживают вашу герцовку. У меня хоть и 144 Гц, но я ставил 120, мне особо это не влияет ни на что. Далее игровые настройки. Можете выставить FPS в зависимости от того, какой у вас монитор опять-таки. Ну и поставить галочки плюс-минус, как у меня. Звук, сеть, горячие клавиши. Это в принципе нам не нужно, это мы все пропускаем. Далее раздел «Обои». Вы можете поставить себе обои рабочего стола, либо загрузить свои, либо поставить уже готовые. Ну и раздел «Другие» тоже можете здесь ничего не менять. После этого вы заходите в Google Play и здесь в поиске вводите название игры, которое называется «One State». У меня клавиша «Играть», у вас будет клавиша «Скачать». Скачиваете игру и после этого она появляется у вас на рабочем столе. Открываете игру и после этого у вас начинается скачивание важных файлов. Там примерно где-то может быть 2 гигабайта скачается файлов самой игры, которые очень важны, без которых игра в принципе не запустится. После этого создаете аккаунт и заходите на самый крайний левый сервак. Именно здесь я играю и после этого у вас появляется вот такое вот рабочее окно. Чтобы управлять мышкой, необходимо зажать левую клавишу мыши и после этого крутить ее влево-вправо. Тогда у вас происходят различные движения. Что касается самой игры, посмотрите мой прошлый ролик, где я рассказал максимально подробную настройку, именно у One State, чтобы можно было максимально удобно играть в него. Далее, как и в любой игре, необходимо настроить графику. То есть вы настроили параметры эмулятора, а теперь опираясь на эти параметры, необходимо зайти в настройку и выставить настройки графики, настройки FPS, с которыми вам более-менее будет удобно играть. В зависимости, опять-таки, от того, какой у вас компьютер, с такими настройками вы сможете играть в мобильные игры. Далее, что касается управления. Под самое начало в любой игре, какую бы вы ни скачали, у вас не будет вообще никакого управления. Вам необходимо зайти вот в такую клавишу, которая называется управление клавиатурой. И здесь настроить самые главные клавиши. Вот такое перекрестие, это самое главное перекрестие, благодаря которому вы сможете передвигаться. У меня эти клавиши стоят на клавиатуре ASVD, то есть те обычные клавиши, которые вы используете в компьютерных играх, чтобы передвигаться персонажем. И далее выставляете на экране вот различные точки, там можете поставить пробел на ручник, там сесть в автомобиль на клавишу F и так далее. Далее нажимаете на клавишу сохранить и после этого вы сможете спокойно уже играть в игры. Самое главное в этом всем настроить графику так, чтобы игра была максимально комфортная. Потому что если у вас слабый компьютер, то разумеется выкручивать все на максимальные настройки не нужно, потому что компьютер может просто не справиться. Да, сейчас такое время, что некоторые мобильные игры требуют больше производительности, чем некоторые компьютерные игры. Вот дожили, но что есть, то есть. Опять-таки, друзья, скачивайте игру OneState по ссылочке из описания к этому ролику. Можете скачивать игру как на телефоны, причем как на айфоны, так и на андроид устройства. Ну и теперь вы даже знаете, как скачать себе OneState на эмулятор, чтобы играть в него с компьютера. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok